Железный кулак на месте. И чему приводят провокационные игры с Азербайджаном армянской стороне должно быть известно достаточно хорошо. В Агриске объявлено о проведении учений. Как передают и ливанские СМИ, жители Карабаха пройдут огневую подготовку в феврале-майе по инициативе секретаря САБИЗа Виталия Болосоняна, чтобы повысить навыки граждан. Причем особо подчеркивается, в учениях примут участие и сотрудники газорганов крупных предприятий, так называемой администрации Совета Безопасности. Итак, сепаратисты вновь решили поиграть в войнушку. Оставим в стороне иронию. Какими такими навыками местные бонзы собираются овладеть на учениях и планируют ли стрелять из Макарова по ракетам, запущенным с Берактара? Важно другое. Прежде всего, о каких вообще учениях идет речь? Против кого их вообще проводят? И главное, с какой целью? Нетрудно догадаться, что все это дешевое шоу в стиле милитари имеет вполне понятную цель. Продемонстрировать, будто бы конфликт еще не завершен. А самоопределившиеся карабахцы готовы воевать за свои дома за арменизированные албанские церкви и за хачкары, изготовленные в мастерской в оккупированном Калибаджарском районе и состаренные с помощью уксуса и других жидкостей. Но не только. Свою игру в войнушку сепаратисты затеяли как раз в то время, когда Армения устраивает провокационные игры на границе. Парламент Армения закатывает истерики по поводу Шушенской декларации. А сами сепаратисты состряпали свой в кавычках закон об оккупированных территориях, где вновь обозначают претензии на азербайджанские земли. И вот тут. Уже не лишний задать вопрос. А как на это реагируют российские миротворцы? Точнее, почему не реагируют и не пытаются пресечь эти опасные провокации? Каким образом? В зоне безответственности РМК вообще продолжает существовать и трепыхаться армянский банк формирования, именующий себя в кавычках армии Арцаха. И даже устраивать такие милитари шоу. А если серьезно, то эти учения еще раз продемонстрировали, что противная сторона, к сожалению, продолжает готовиться к военному реваншу. Но если так, то у Азербайджана есть полное право отреагировать на военные игры. То, как вы с Азербайджана пресекли незаконные инженерные работы, пример показательный. Железный кулак на месте. И чему приводят провокационные игры с Азербайджаном, армянской стороне должно быть известно достаточно хорошо. Война закончилась менее года назад. Тогда, после того, как Давид Танайен обещал новую войну за территорию, армянская сторона тоже с упоением играла в войнушку. А супруга Никола Пашинена, Анна Копян даже проходила военную подготовку в оккупированном Карабахе. Только настоящая война оказалась совсем не похожа на игры в войнушку. И эти уроки забывать не следует. Субтитры создавал DimaTorzok